Стопы начинаем потихонечку, по часовой стрелочке. Потом коленочки разминаем. Потом вот так вот бедра. Иногда ей нравится, не плачет. Жене Ивановой 9 месяцев. Пока за нее эти несложные для большинства малышей движения делает мама. Девочка появилась на свет и сразу попала в реанимацию. Кома, искусственная вентиляция легких, судороги, инфекция. Жене поставили несколько серьезных диагнозов. Среди них симптоматическая эпилепсия, атрофия зрительных нервов, ДЦП. Девочка спит только вечером и дышит с трудом. Она сама не кушает, не глотает, не сосет. Через зонт питается. Также лекарства принимаем. Мы сейчас на данный момент никак не можем другие заболевания свои лечить, пока не купируем судороги. Даже элементарный массаж мы еще ни разу ребенку не можем сделать, потому что это может спровоцировать более серьезные припадки. Вот. Это единичные. В день у малышки случается до 15 серий эпилептических припадков. Но помочь ей все-таки можно. Эпилепсию успешно лечат в Барселоне. Попасть туда – долгосрочная цель семьи. А сейчас у девочки есть шанс пройти обследование в Москве у доктора Генералова. Оно однозначно сможет более оптимально подобрать препараты, которые мы сейчас принимаем еще до поездки в Испанию. Очень нам нужно в Генералову попасть. Все-таки я считаю, что состояние ребенка будет более стабильным. Стоимость обследования – 80 тысяч рублей. Женю Иванову поддерживает РУСФОНД, который при поддержке телерадиокомпании «Терра» больше года работает в Самарской области. Вы тоже можете помочь малышке и другим тяжелобольным детям. Отправьте СМС со словом «Дети» на короткий номер 5541. 75 рублей с вашего телефона сразу поступят в помощь подопечным Самарского бюро РУСФОНДа. Получить информацию о других способах перевода средств можно на сайтах русфонд.ру. Слэш Самара, телерадиокомпании «Терра» и по телефону, указанному на экране.